Здоровья, граждане и гражданки! С вами я, Мритурс, а значит, у меня на канале и погнали! Новый видосик! Чему же он будет посвящен? А посвящен, как вы уже поняли, названию очередному флешмобу от ВГ, то есть под названием Охота на Охотника. И вы знаете, мне кажется, что это гребаный трындец, просто я бы вот так вот охарактеризовал его, потому что, ну, готовьтесь, готовьтесь, ребята, с 21 числа начнется в рандоме вот такое вот действие, то есть топтаться будем просто замечательно и великолепно. Итак, что же предлагает нам ВГ? В общем, если вы выиграете это великолепие, то вы получите новый прям танчик ЛТ восьмого уровня. Ну, ЛТ как ЛТ? Колесный ЛТ. Я не знаю, почему они называют это... Надо было вывести это в какой-то новый ранг, потому что это новая колесная техника. К легким танкам оно относится приблизительно так же, как к коровок Буйвола. Ну, по крайней мере, у них где-то там есть, наверное, какие-то родственные связи. У колесных танчиков, я не знаю, и... У колесных, вернее, машин и танчиков единственное, что их сближает, это, наверное, ну, орудие, которое у них есть, и, наверное, башня. В общем-то, все остальное у них совершенно противоположно. Так что же предлагает нам ВГ? ВГ предлагает нам выиграть танчик под названием... Машинку под названием... Паннарт... Ну, я не знаю, как это читается. 75фл10. Что же это за машинка такая? Ну, как тут у нас пишет, в общем, это колесный танк полностью. Историчная машина, которая серийно производилась до 70-го года. Ее максимальная скорость как вперед, так и назад составляет 80 км в час. Ну, ладно. Именно то, что нужно для активного передвижения во время боя. Научитесь использовать высокую скорость. Да вы знаете, я покатался чуть-чуть на колесной технике. Попробуйте-ка, научитесь, в общем-то, на этих картах, которые совершенно не предназначены для колесной техники, научитесь кататься более-менее. Я посмотрю, что у вас получится. Что же это за машинка? Машинка у нас имеет экипаж из 4-х человек. Там командир, наводчик, механик, водитель, заряжающий. Разовый урон 75 единиц. Ну, блин. Ну, ладно. Пусть будет. Бронепробиваем 108. На восьмом левеле 180. И 175 разовый урон. Причем, если учесть, что это барабанная машинка, то есть, как бы, вроде бы, там должен быть барабан, и ты такой врываешься в бой, раздаешь всем по щам и сваливаешь. У вас это не получится. У него всего два снаряда. Два. Это барабан на два снаряда. И все. И танчик кончился. Ну, как говорят, в общем, что, типа, максимальная скорость в скоростном режиме у него 80 км в час. Ладно, оставим это, в общем, на совести разработчику. В общем, машинка представляет собой как вперед, так и назад одинаковое, в общем, положение. Я не знаю, может быть, там механик-водитель, он перебегает туда-сюда, в общем, между этими. Или, прям, бежит по этой машине, там, ползет, я не знаю, но нет. Вот, не знаю, все очень сложно. Вот. Отличается не только скоростью, он демонстрирует высокую боевую эффективность благодаря 75-мм орудию с магазинной системой заряжания. Вот, вы вдумайтесь в это, что нам говорит ВГ. Они вообще сами-то катали на своих машинах. Ладно, но это все, что касается великолепия этого танка. Да, кстати, я там вам подобрал бой, так что вот он сейчас идет на фоне моего разгологольствования. Вот, а вы можете насладиться, в общем-то, игрой на этом танке. Ну что, итак, 10 этапов, как всегда, в общем, и это полный трындец. Ну, то есть, выполнять их можно трын-трын-трын, первый выполнил, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И все, и ты получил танчик. Ну, я знаю, конечно, упоротых видеоблогеров, которые выполняли охоту на супа за сколько там, за двое суток, что ли, там. Получилось, что играл, или за трое, чувак играл в общей сложности 24 часа, если все вместе сложить. Ну, это нужно быть, во-первых, чтобы у тебя было гигантское количество времени. Во-вторых, ты полностью не вылазишь из-за компа. Кроме того, у тебя просто руки заточены под комп. То есть, ты вот сидишь, и у тебя они как клешни такие распластные распластные. Ну, короче, ложноножки отрастили, и 88 пальцев фигачит, короче. Как в этом, был какой-то японский мультик про этих, я не помню, то ли яблочное семя, то ли этот, нет, наверное, призрак в доспехах. Там у них руки разрастались и фигачили по этим, по клавишам. Ну, вот, типа того нужно иметь, в общем, чтобы выиграть это все. Ну, а теперь давайте подробнее остановимся на этапах. Что же нам придется сделать для того, чтобы получить эту машинку? Итак, первый этап, самый простой, как вы понимаете. Заработать суммарно 3000 единиц. Это задача, да, они же разделяются у нас на мастерство и на усердие. На мастерство можно выполнять с 6 по 10 уровень, а на усердие 9-10. И что нам предлагать? Заработать суммарно 3000 единиц чистого опыта, это задача на усердие. А задача на мастерство уничтожить минимум 3 машины противника, нанести противнику не менее 3000 единиц урона за бой. Ну, то есть, троих завалить и 3000 надолбить. Мне кажется, это возможно, это возможно, базаров нет. Вот, то есть, садишься ты на что-нибудь интересное 10-го левла и погнали, и мочишь, короче. Но, мне кажется, тут проще будет заработать суммарно 3000 единиц чистого опыта. Потому что, ну, блин, с первого боя вот так вот прям зайти и 3 машины завалить и 3000 надолбить, ну, не у каждого это под силу. Ладно, дальше, второй этап. Итак, опять, ну, усердие. Победить 7 раз. Ну, что, ну, в принципе, 7 боев провел. Если все сложилось просто нормуль, то ты, значит, тогда ништяк, ты просто супер. Ты выиграл, ты затащил бой, попал еще в десяточку своих игроков по команде и вообще, то есть, выиграл. А вот на усердие нужно 5 раз заработать не менее 800 единиц чистого опыта. То есть, ну, как, не обязательно подряд, да, тут вот так, ну, дают нам такое послабление, короче, создатели World of Sanks, что, ну, в общем, ну, типа, ну, можно не по порядку, ну, 5 раз, ну, 800 единиц чистого опыта, ну, надолби, ну, все нормально. Ну, что такого-то, господи. Вот. Мне кажется, опять, 7 раз победить будет гораздо проще. Ну, в смысле, вообще, более реально. Ладно, 2 этапа прошли, 3-й. Заработать суммарно 15 единиц чистого опыта. Так, а вот теперь давайте почешем репы. В среднестатистический игрок, там, я не знаю, 50%, он за бой делает от 500 до, наверное, где-то 600 единиц опыта. То есть, это получается у нас где-то, ну, 25 боев нужно будет провести. То есть, мы уже провели, как бы, ну, пусть будет 3, 7. Ну, это вот прям, если нам прям везло, просто неимоверно. Вот. И тут нам еще нужно будет, ну, от 15 до 25, если вот прям звезды сойдутся. О, боже мой, это будет 10, это будет, короче, либо 25, либо, соответственно, ну, там, скажем, 35. Ладно. Угу, хорошо. А что же за мастерство? 6 раз нанести противнику не менее 3,5 единиц урона. Блин, 6 раз, 25 боев. Ну, фиг его знает, не знаю, что проще. 3,5 тысячи, если сесть, блин, а что же сесть, чтобы постоянно набивать 3,5 тысячи единиц? Короче, это не для нас, это не для среднестатистических игроков. Убираем первый. Опять усердие, значит, остановились мы, 25-35 боев. Погнали дальше. Угу. Это если звезды к нам благоволят. Следующий этап, соответственно, четвертый. Победить 25 раз. Фу. Я что, у тебя хуйня? Блин. Ты что тут делать? 25 раз победил, и все. И дальше проходишь, короче, все, не заморачиваешься. Просто направо и налево отжигаешь. И, в общем, нагибаешь всех подряд. Ну, что, 25 раз. Ну, там 25 у нас уже было боев, плюс еще 25, значит, 55, 65, 70. 70 боев где-то вот так вот провел, все отлично, все в порядке. Мастерство. 8 раз разработал не менее 950 единиц чистого опыта. Ну, опять, ну, то есть, ну, что такого? Ну, меньше, да, ну, это, ты ж скиловичок, ты, в общем, все выполнишь, да? Ладно, мы опять останавливаемся на 55, 70 боев. Так вот где-то. Угу, хорошо. Это только четвертый был этап, теперь к пятому. Что нам нужно сделать? Суммарно набрать 30 тысяч единиц чистого. Фу. Да опять фигня, короче. Что, значит, это где-то еще плюс... А, пускай не будем мелочиться, еще прибавим 60 боев. То есть 70 плюс 60 это у нас будет, блин, очень плохо считаю, сколько там? 130 тысяч, блин, тысяч. 130 боев. 130 боев можно провести, ну, так, что, нормально, за бой я... Ой, за день я где-то, если нормально так поиграть, то можно 30 боев провести. И это всего-навсего, что там, 4 дня займет у обычного человека, который ест, спит, работает и иногда играет, там, 2-3 часа в день. Хорошо, если 2-3 часа в день. Так, уже, как бы, 4 дня, у нас задачка будет 10 дней. Ну, пока что выполняем. То есть, пятый... Да, мастерство я даже не буду считать. Тут 8 раз нанести не менее 20% от суммарного. Короче, это не для нас, мы пропускаем это. Так, 4 дня. Дальше. Победить 35 раз. Ну, умножим хотя бы на 2, пусть будет, потому что не каждый раз там победа, вот. Ну, мы же среднестатистически 50% эти игроки, поэтому... Ну, на 2 нам нужно умножить как минимум. Это значит, у нас будет 70. Итак, 130 плюс 70, это будет 200. 200 боев. А это еще накиньте пару дненьков. И у нас получается 4 плюс 2, будет 6. Осталось еще 4. Итак, 6 этап. 7 этап. 80 раз попасть в топ своей команды... Эх, что? У меня глаза пошли кровью. 80 раз попасть в топ 10 своей команды по опыту? Ну, хорошо, ну, сюда накинем... Ладно, тут не обязательно победил, не победил, но накинем... Ну, 20-ку давайте. 100. 200 плюс 100, 300. Все. У нас закончилось, в общем-то, время. Мы дошли только до 7 этапа. В принципе, очень логичный ход от ВГ. Вы сделали 7 этапов, в общем-то, играя по 2-3 часа в день. 10 дней вы убили на это. Ну, каждый день гамали, короче. Сделали вот 7 этапов. Ну что, хорошо. И теперь вы хотите получить этот танчик. И, естественно, вам предлагают, что, ну, если... Если ты там что-то не сделал, если ты там не успел... Вот. И видите, вот, выполнив 7 этапов, вы получите скидочку 70%. То есть, будет он ставить какую-нибудь там всего лишь на все 3,5-4 тысячи деревянных рублей. А вы, получая 70% скидочку, купите всего лишь вот одну. Ну, так за какая-то ерунду, за рубль, за полторашечку, вот. Ну, где-то так, приблизительно. Ну, так, чисто дальше прочитаем 8, 9 и 10 этап. Итак, мастерство. 14 раз занять первое место в обеих командах по урону и нанести противнику не менее 3000 дней. 14 раз по 3000 бабахать. Ну, да, отлично. Заработать суммарно 40 тысяч дней с чистого опыта. Значит, это еще 80 боев. В среднем. Погнали дальше. Так, 380 уже боев было, да. Задача на усердие. Мы уже на мастерство, ладно, не будем читать. Тут для нас это из разряда очевидно невероятное. Задача на усердие. 90 раз попасть в топ. Значит, ну, плюс еще где-то 30-ку давайте накинем. 120, да. Я сбился с отсчета. У нас было уже 400, нет? Ну, да, там 380 плюс 120. 500 уже пошло, да. 500. Да, 500 боев. И вообще вот это уже самое тоже. Так, чтобы контрольный в голову, как говорится. 20 раз занять первое место в команде по опыту намести противнику не менее 2500 тени. Это на мастерство, ладно. На усердие. 45 единичеств в опыту. На 2 умножаем. Это значит будет, соответственно, еще соточка боев. Еще соточка боев. 600. 700, если вам сильно не повезло, боев должно провести где-то за 10 дней. Ну, ребята, если у вас такое безумие вы можете выдержать, тогда это, конечно же, для вас. Я, например, даже не собираюсь упарываться на эту тему, потому что это просто какой-то гребаный трындец. Я по-другому выразиться не могу. То есть охота на разведчика это очередное разводилово на бабульки. То есть 7 этапов вы, в принципе, выполнить сможете. Получите скидочку в 70%. Ну и, конечно же, задонатите ВГ очередной раз. Вот. Ну, а кто на это не ведется, тому респект и уважуха. Лично я, например, не собираюсь убиваться по этой охоте. Да, конечно, СУП был хороший танк, который получили за тот, кто выиграл. Но, вы знаете, я не зомби-монстр от ВГ, и поэтому не буду упарываться. Но, тем не менее, у кого есть, например, 24 на 7 свободного времени, почему бы и нет? Я бы, например, поиграл, если бы у меня было столько свободного времени. Потому что мы все, на самом деле, продолжаем, тем не менее, любить эту игру World of Tanks и постоянно в ней играем. Поэтому, кто смотрел этот видос, тем, конечно же, лайкос. Но не забывайте, конечно же, и мне бабахнуть тоже лайкосика. Вот. Ну, оставляйте комментарии, как вы относитесь к этому разводилову от Wargaming. Вот. Ну, или вообще никак. Вы вообще будете выполнять это безумие или не будете? Вообще, вы будете заходить в игру в эти дни? Потому что готовьтесь, это будет очень интересно. Ну, в общем, да. Короче, если вы посмотрели этот видос и все еще не подписаны на канал, ну уж прожмите там, подпишитесь, колокольчик не забудьте нажать. Ну, чтобы заходить почаще ко мне и, в общем-то, смотреть то, что я тут вот вам навыкладывал. Ну, в общем, всем удачи, всем пока. И, конечно же, до зустрича.